Здравствуйте, уважаемые ученики школы видеоблогеров! Сегодня у нас урок инструкция. Мы будем настраивать рекламу видео через Google рекламу. Это раньше было Google AdWords, а сейчас называется Google реклама. И я покажу вам просто пошаговую инструкцию, как правильно сделать и настроить рекламу видео через AdWords в YouTube, ну через Google рекламу. И мы пройдем с вами прям пошагово и сделаем в буквальном случае, в буквальном смысле, кампанию для рекламы одного ролика. После этого вы сможете делать эту кампанию, масштабировать на все ваши ролики. Я вам покажу пошагово, как правильно делаю я, как правильно делают профессионалы и эксперты. И так все это буквально через пару секунд. Итак, вы в школе видеоблогеров и вы наверняка видели, когда реклама встроена в видео, да, у нас на роликах бывает реклама где-то внутри, да, и это очень продуктивно для любого канала, для любого бизнеса. А вы знаете, что вообще эта реклама настраивается вот здесь, в Google рекламе. И вам необходимо перейти с самого начала. Вы заходите вот сюда, adsgoogle.com, да, заходите в логин-пароль свой и выбираете видео кампании. Потом у вас вот здесь вот менюшечка есть, видите, она открывается, ее можно вот так, вот так. Соответственно, если не нашли ее, да, попробуйте открыть ее. Вот, соответственно, нам она не нужна сейчас. И у нас мы нажимаем, видите, кампании. Я пока своей кампании выключил. Вот, соответственно, у нас есть, мы можем поставить плюсик, видите, кампанию. То есть открываем кампанию и делаем новую кампанию. Обратите внимание, здесь вам надо выбрать тип кампании. Чем хорошо Google реклама, то, что у нее при нажатии на вопросик всегда выскакивает такая подсказочка, да. И вы можете нажать кнопочку подробнее, перейти, почитать. В данном случае тут предлагают поисковую сеть, КМС, торговлю, универсальная кампания для приложений, тоже очень хорошо там, да. Нам нужно видео. Мы переходим во вкладочку видео, тоже самое, важно, да. После перехода в вкладочка видео, она у нас подсвечивается, соответственно, синеньким таким цветом. И мы можем выбрать, кого мы хотим привлечь с помощью видео. Вот сюда, там, да. После выбора цели вам будут предложены варианты настроек. Очень важно, для каждой кампании можно выбрать только одну цель. Внимание, мы сейчас настраиваем кампанию, а в кампании могут быть объявления. Количество кампаний у вас может быть сколь угодно разным, да. Поэтому, вот сейчас мы настроим одно объявление на один ролик, а потом мы сможем его монт... потом мы сможем его делать больше, больше, больше. Поэтому давайте пойдем дальше. Нам необходимо сейчас перейти в... вот мы можем либо потенциальных клиентов, если у вас магазин интернет, либо трафик для сайта, либо интерес к бренду и товарам, либо узнаваемость бренда и охват. Если я хочу сделать ролик, соответственно, на бесплатную школу видеоблогеров, и у меня вот этот ролик, видите, которому 44 секунды, я бы хотел, чтобы его потенциальные зрители посмотрели, потенциальные ученики на школе посмотрели и пришли. Соответственно, мне нужна узнаваемость бренда и охват. Я набираюсь, выбираю, да, и у нас получается, то есть вот здесь вот он пишет, повысить узнаваемость, охват широкой аудитории с рациональным, да, то есть все написано. Дальше мы можем выбрать оутстрим, либо стандартное, да. То есть здесь мы можем, это для мобильных устройств, да, то есть привлекайте. Давайте пойдем по стандартному, потом сделаем отдельный ролик, уже по оутстрим. Дальше выбрали, вот сюда узнаваемость бренда и охват, и выбрали стандартную. Вы можете подробнее перейти по ссылочке, но мы сейчас не будем переходить, потому что там, в принципе, все понятно. Нажимаем сюда. Дальше мы, у нас есть компания, которая тип видеокомпании, и цель видеокомпании, узнаваемость бренда и охват. Карандашики нажимаются, да, вот, и мы можем продолжить результирование там в этом форме или выйти. Название компании, да, мы пишем приглашение, допустим, приглашаем в школу видеоблогеров. Это название компании никуда не идет, это название компании для нас, чтобы мы не потерялись, потому что когда компании пятьдесят, сто, пятьсот, мы можем потеряться. Дальше, у нас есть вкладочка бюджет. Тут два типа бюджета, есть дневной и для всей компании. Дневной, важно, если мы выбираем дневной, это, соответственно, сумма, которую мы можем потратить день, да, но ваши месячные расходы никогда не превысит сумму, равную дневному бюджету, умножимая на среднее количество дней в месяце, при этом отдельные дни расходы будут меньше дневного. Что это значит? Не более чем два раза. Если мы ставим дневной бюджет, допустим, сто рублей, давайте поставим, да, примерно там, ну поставим триста рублей, например, да, у нас вот есть триста рублей и я готов на эту рекламную кампанию, вот на вот эту, да, триста рублей в день и, соответственно, уже Google мне посчитал триста рублей в день, тридцать дней, соответственно, девять тысяч рублей я могу потратить на все про все в месяц. Если какой-то день у меня, допустим, грубый, я пропущен, да, потому что там я не пополнил бюджет, либо выключил рекламу там в воскресенье там, да, то в следующий день он мне может вполне себе насчитать переходом на шестьсот рублей, но не более чем в два раза, видите, вот, или превышать его, но не более чем в два раза, или там меньше будет, да, но потом он нагонит, то есть это у нас средняя сумма расходов в день, это важно, поэтому не пугайтесь, очень часто спрашивают, что зачем. Метод показа стандартный, либо ускоренный. При ускоренном средства расходятся быстрее, бюджет может быть исчерпанным преждевременно, то есть он максимально будет везде, везде ставить ваши видеоролики. Оставляем стандартный. Дальше, у нас прокручиваем вниз, и у нас есть дата начала и окончания. Дата начала, то есть у нас мы ставим как можно раньше обычно, либо, если вы хотите, можете выбрать дату, которая вам нужна, вот, либо дата окончания, ну, допустим, у нас нет, то есть пока у нас есть бюджет, у нас крутится, либо можем выбрать дату окончания, допустим, пусть это будет тридцатого сентября, у нас, да, то есть сразу после одобрения у нас выбирания выходят, и они и тридцатого сентября заканчиваются. Дальше, очень важный пункт такой вот, да, то есть мы пойдем пошагово и настраиваем. Дальше, сети, важно, результаты поиска мы не можем выбрать, потому что эта рекламная сеть недоступна из-за типа кампаний, потому что мы выбрали, у нас получается, инстрим. На видео в ютюб, что это значит, это будут показываться в видеороликах ютюба на страницах каналов, на стартовой странице доступные форматы инстрим и видеодискавери, то есть инстрим, это когда у нас получается, у нас есть ролики, посмотрите, партнерские видеоресурсы, видео, я бы, ну, кому оставляю, тут цена клика меньше, но я обычно убираю, вот, потому что это те сайты, где есть партнерки от гугла, от ютюба и там тоже есть просмотры, но обычно там мы не можем выбирать себе аудиторию. Дальше, языки, ну, по большому счету, выберите языки, на которые говорят клиенты, я выбираю, всегда выбираю русский, ну, естественно, да, вот, и я еще иногда ставлю белорусский, английский, ну, вот так, вы можете выбрать только русский, так будет проще, вот. Дальше, местоположение, мы можем выбрать Россию, либо все страны, либо указать там, да, то есть мы можем сюда, кроме России, допустим, пока сделать, допустим, еще, ну, к примеру, Беларусь, да, и видите, он нам подсказывает, Беларусь, страна, а если мы перескакиваем, кроме России, то мы можем Беларусь, страна, соответственно, что мы делаем, мы еще указываем Россию, правильно, и пишем Россия, то есть где есть наши потенциальные клиенты, ну, конечно же, в великой матушке России они есть, правильно, и это значит, остается страна, то есть по всей стране, можно выбрать город один, да, если ваши целевые клиенты только в Москве, то вы можете выбрать, допустим, только Москву, к примеру, да, вот так раз, видите, Москва, регион, либо город, да, Московская область можно выбрать, да, соответственно, мы Москву не берем, а берем, допустим, Украину, потому что у нас целевая аудитория есть и в Украине тоже, но очень часто, допустим, Украина ставит языки, которые говорят, там, русско-английский, там, да, и, там, та же самая Польша, в Польше есть наши клиенты, ну, наши школы там, да, у нас поэтому, то есть вы смотрите в демографии, откуда к вам приходят и ставите, допустим, еще есть вам, допустим, не знаю, Таджикистан, да, ну, к примеру, вот, тоже хорошо, или Узбекистан, ну, и поехали, ну, суть понятна, да, то есть мы выбираем страны, где показывается наша реклама, вот, опять же, где есть, ну, мы смотрим в демографии, смотрите, у нас вот здесь, вот есть ролик в школе видеоблогеров, у нас тут мы недавно делали про демографию, вот, демографические данные по аналитике и именно благодаря демографическим данным мы можем узнать, где, откуда у нас переходы больше всего или где мы хотим получить переходы. Дальше мы можем использовать расширенный поиск, это нам надо по городам, либо по странам, очень крутой поиск и мы можем прям таргетировать, чтобы было прям по району Москвы, прям хорошо для магазинов. Дальше стратегия назначения ставок, максимальная за просмотр, либо максимальная за цена за тысячу показов, мы пока выбираем максимальная за просмотр, то есть я хочу, чтобы это видео, у меня одно вот это, его смотрели, а показы, соответственно, это за то, что его покажут, а посмотрит или нет, зависит от самого видео, но мы об этом позже поговорим. Выбрали стратегию максимальная цена за просмотр. Дальше, тип ресурса, исключительный, исключенный контент или исключительные типы и языки. Тип ресурса, видите, тут рекомендуемые там, да, то есть мы можем расширенные там, где запрещенный, пока контент есть там, материал, да, либо точные. Ну, выбираем пока то, что рекомендую, стандартные ресурсы, переходим дальше. Исключенный контент, это там мы можем убрать какой-то шокирующий контент, да, там, чтобы это все у нас было в этом формате, но пока не трогаем, это нам пока еще рано, потому что, обратите внимание, оно сейчас, все деликатные категории будут окончательно заменены типами ресурсов, тоже хорошо. Вот, будут типы и ярлыки, и поэтому мы будем здесь дальше работать, пока это не настроено. Дальше, дополнительные настройки, мы можем выбрать здесь еще устройство, то есть мы хотим, чтобы нам показывали, допустим, только на мобильных каких-то, только, допустим, если мы продаем программы для айфонов, то зачем нам андроиды, да, или наоборот, соответственно, нам пока это не надо, вот. Ограничение частоты показов, то есть мы можем показывать одному человеку, к примеру, давайте так, один человек один раз увидит наш ролик в компании, который есть, независимо, не объявление, а именно в компании, это я покажу потом, потому что у нас будет, грубо говоря, в нашей рекламной компании, которая у нас будет, у нас будет четыре типа объявлений, да, я покажу, как это происходит. Соответственно, ограничение частоты показов, ставим один день на одного человека, то есть видите, укажите максимальное число показов вашей рекламы одному и тому же пользователю, мы ставим один раз показать одному человеку в день компанию, в компании может быть несколько, видите, новая компания, может быть несколько объявлений, соответственно, если он один раз не кликнул, не надо показывать ему другие объявления в других местах. Дальше мы переходим сюда и у нас расписание показа объявлений, мы можем выбрать, допустим, все дни, да, либо там у нас там идет, к примеру, там все дни, но с, допустим, там с девяти тридцати до там двадцати трех и только в это время будет показываться наше объявление. Ну, я обычно это не ставлю, ну, потому что люди смотрят по-разному, да, вот, опять же, название группы объявлений, а теперь смотрите внимательно, у нас мы уже сделали, грубо говоря, компанию и нам предлагают сделать группу объявлений, но мы в этом случае будем делать четыре группы объявлений, я сейчас покажу, как это происходит, то есть мы взяли, здесь мы раз, 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 видите, там чин-чин-чин, так, создание группы объявлений, то есть вот у нас пошли, первая группа мы называем ее, допустим, первую группу мы называем по каналам, что это значит, да, у нас вот есть группа объявлений, сейчас я покажу, а вы поймете, пишем по, с большими я обычно пишу, каналам, так, это название группы объявлений, у нас есть компания, в компании есть группы объявлений, и мы в названии группы объявлений называем по каналам, давайте я вам в скобочках напишу, чтобы было понятно, реклама по, итак, не по, а на каналах конкурентов, скажите интересно, вот, то есть по каналам, реклама на каналах конкурентов, максимальная цена за просмотр, мы ставим обычно 0, там, ну, если разобраться, давайте поставим там, пока поставим 20 копеек, чтобы было, вот так, вот так, мы поставили 20 копеек, потом можно ставить больше, меньше, я потом расскажу, почему и как это все происходит, то есть мы поставили 20 копеек, вот, и корректировка ставок, для популярных видео, тоже очень крутая штука, раньше она была недоступна, раньше она была доступна только для, хотя и сейчас, вот, да, в ютюбе такой контент, только для Австралии, а почему-то здесь уже есть, но очень крутая штука, я потом покажу, когда она у нас заработает, ну, видите, то есть, очень интересный контент, для популярных видео, корректировка ставок, потом мы будем работать с этим. Идем дальше. То есть, пока в России она, ну, вчера еще не работала, может сегодня заработала, но не знаю. Будет работать обязательно на канале школа видеоблогеров, разберем ее. Идем дальше. Нам необходимо сделать уже пользователи, кому вы хотите обратиться. Вспоминаем, у нас, помните, есть ролик в школе видеоблогеров про демографию. Вспоминаем, да, у нас вот здесь, вот я показывал, видите, вот здесь вот демографические данные. Теперь вы понимаете, для чего важно, потому что, если вы неправильно настроите рекламную кампанию, то вы можете просто профукать бюджет. Переходим в демографию, да, и мы знаем, что у нас демография, допустим, то есть, наш канал смотрит в возрасте 18-24, 25-34. Вот эти уже нам практически не нужны. И если неизвестно, тоже убираем. Почему? Потому что в данном случае параметры неизвестно означает, что ваши не будут показаться людям, чей возраст неизвестен. Ну, их тоже не учитываем, да. То есть, женщины, мужчины, нам все равно, кто. Вот такой вот возраст. Ну, еще можно поставить 45-54. Ладно, потому что бывает и здесь очень толковые зрители и подписчики. Вот наш возраст, без детей с детьми, не важно, нам не все равно. Семейный доход в России не показывается, поэтому это закрытая информация. Вот даже написано. Доступен у него во всех странах. Для России, для Белоруссии, для Украины он закрыт. Дальше мы выбираем аудиторию. Аудитории не будем сейчас разбирать. Почему? Потому что у нас эта группа объявлений называется реклама на каналах конкурентов. Помните? Теперь переходим и у нас есть аудитории, ключевые слова, темы и нам нужны места размещения. Нажимаем сюда. А теперь самое интересное. Мы сюда вводим поиск по ключевому слову или фразе. Если у нас школа YouTube, то мы просто пишем школа YouTube. И нам сам по себе, видите, Google подсказывает каналы, либо видео, либо веб-сайты, либо если мы выбрали, у нас есть каналы или видео, да, выбираем. И поехали. Видите, мы прямо на конкурентах, читайте внимательно, по каналам, реклама на каналах конкурентов. Что может быть приятней, чем размещать рекламу на каналах конкурентов. Да, вот у нас там есть школа блоггера, школа там, мы можем там еще там, допустим, кто у нас там в школе. Ну, к примеру, там берем, давайте покажу, как это работает, чтобы было понятно, кто там у нас там конкурент. Мы можем зайти к нам на канал бесплатной школы видеоблогера и видим там на, вон, Канаден, Стас Быков. Давайте посмотрим. Берем и пишем. Ко-но-ден. О, магия Вуду. Смотрите, у нас каналы Канаден, Канаден Лайв, партнеры АИР, там, да. В общем, Канаден отзывы, то есть, они разрешают нам показывать рекламу у себя за сколько? За двадцать копеек. Хорошее решение, очень хорошее. То есть, мы выбрали, да. А дальше нам, то есть, мы выбрали места размещения, да. Дальше мы можем, допустим, уже смотрите, допустим, оптимизация, да. Оп-ти-ми-за-ция. Ну, мы же делаем оптимизацию видеороликов, да. Берем каналы и вот, пожалуйста, видео SEO есть, там, да, какие-нибудь там еще, не знаю, там, продвижение, полезные советы. И мы потихонечку убираем каналы, на которых мы хотим делать какую-то рекламу, да. Эти ролики, наши ролики будут показываться на этих каналах, там, да. Вон, курсы SEO для предпринимателей, да. То есть, вот мы просто берем и там, где наша целевая аудитория, выбираем буквально ручками, но это работает хорошо. Мы выбрали каналы конкурентов, любых, вот давайте покажу, допустим, да, вот есть там, Гузаиров. Вот видите, каналы Эльдар Гузаиров, здравствуй Эльдар и вот еще кто-то там, да. То есть, мы берем и на их каналах тоже включаем себе рекламу. Все, у нас все работает. Дальше переходим, да. Создание видеообъявления. Окей, мы заходим, я хочу делать вот этот ролик. Я прямо правой кнопкой мыши на него нажимаю копировать URL видео. Перехожу сюда, вставляю сюда и о, магия Вуду, нам уже здесь сам YouTube показывает, как будет выглядеть реклама. Здесь вот, да. Причем, смотрите, как красивенько. Мобильное устройство или компьютер. Нажимаем, мы видим, как на компьютере и нажимаем, как видите, кнопочку пропустить. Мы можем пропустить, вот оно, у нас разработанная блогочка. Все, мобильное и это. Конечный URL. Дальше, видите, у нас здесь все закрыто. У нас только можно «Инстрим». Что это значит? Это объявление, которое до, после или в середине видеороликов на YouTube. То есть, это мы платим за просмотр 5-секундный. Видите, через 5 секунд. То есть, такую рекламу можно, то есть, его в любом случае, этот ролик посмотрит 5 секунд. И поэтому мы должны занести, главное, помните, мы говорим все время в школе видеоблогеров о том, что самое главное занести за 5 секунд. Дальше мы собрали. Куда мы тоже, опять же важно. Смотрите, мы не на тот же ролик, а я хочу, чтобы люди переходили ко мне на канал. Не ролик, они, да, а конечный URL. Мы ставим, конечно же, наш замечательный канал, да. Здесь у нас, нам он YouTube говорит, что у нас много ничего. То есть, отображаем URL в сам YouTube, да. У нас баннер можно загрузить, а можно создать. Вот этот рекламный, да. То есть, он автоматически создается на основе видео, да. А дальше уже пишем объявление. Допустим, да. Приходи в школу YouTube. Стараемся избегать, после целей знаков, да. Ждем. Итак, и призракуем, да. Делаем канал вместе. Все. Нажимаем кнопочку сохранить и продолжить. Вот. И перейти к компании. Все. У нас, видите, есть группа объявлений в компании. Приглашаем в школу видеоблогеров. И вот у нас группа объявлений первая есть. Она называется по каналам. Реклама на каналах конкурентов. Помните, мы делали. Теперь мы создаем вторую группу. Вот мы ее берем и делаем, да. И называем ее по темам. То же самое. Название группы объявлений пишем по темам. Сейчас будет быстрее уже, да. То есть мы берем тематические каналы. Это уже могут быть там не конкуренты, допустим, то есть, а именно по темам, по темам, которые есть у наших, у нашей аудитории. Ставки ставим, допустим, ноль двадцать копеек, да. Мы уже говорили. Демография. Выбираем вот этот возраст. Всех там. Здесь мне без детей. Аудитории нам пока не надо, да. И вот видите, есть темы. То есть мы уже сделали места размещения, а теперь делаем тему. И мы выбираем, допустим, какая у меня тема и какие у меня есть темы, которые мне интересны, да. Мы можем ввести сюда фразу, допустим, да. К примеру, маркетинг. Пардон, маркетинг. И нам YouTube уже, видите, разбивает бизнес, промышленность, коммерческая деятельность, малый бизнес, то есть в сети. Но я обычно беру бизнес, дом и сад, соответственно, да, здравоохранение, интернет, интернет общество, люди, красота и фитнес, люди, недвигаю обязательно, путешествия обязательно, покупки обязательно, работы, образование. Смотрите, не все, потому что, ну, вы должны выделять, я надеюсь, что у вас есть целевая аудитория. В школе видеоблогеров есть масса роликов про вашу целевую аудиторию, вот. И финансы. Выбрали, да, двенадцать элементов, да. И дальше то же самое. Мы вставляем наш замечательный ролик, уже видите, как быстро, то есть мы сначала настроили, а дальше мы уже поехали на полуавтомате. Пам, уже там, конечный URL, там, да, ставим наш замечательный канал школы видеоблогеров, да. Пам, сюда автоматом, пам, сюда пам, да, вот. Название объявлений, да. Давайте вместе делать канал. Приходите в школу ю-ту-беров. Обратите внимание, надо всегда быть, чтобы какие-то были призывы, да. Заходи, смотри, приходи, начни, делай это сегодня, это важно. Вот, сделали. Сохранить и продолжить. Ба-бам, все. Видите, у нас уже вторая есть группа объявлений. И в этой группе объявлений есть одно пока объявление там, да. Дальше я расскажу про что это. Дальше мы нажимаем плюсик, делаем еще одну группу, которая называется по интересам. Так и пишем по интересам. Та-дам. Максимальная цена, мы уже знаем, можем поставить двадцать. Но если просмотров нет, то просто увеличить надо цену. Если они есть, их много, то цену уменьшить. У нас будет об этом отдельный ролик. То есть, мы уже выбрали двадцать копеек, да. Поставили. Возраст. Опять важно, не надо старичкам показывать, допустим, мне контент, там, бесплатной школы видеоблогеров, да. Всем остальным вполне себе welcome. Аудитории. Но у нас же сейчас по интересам, понимаете. То есть, у нас сейчас уже заходит, смотрите, то есть, вот здесь вот, нажимаем аудитории, да. И видите, какие, каковы их интересы и привычки. И мы можем, искать интересы. Что они любят, там, да. Видео. И вот мы можем, да. СМИ развлечений, допустим, геймеры, меломаны, там, да. Вот у нас там получается, там, да. Или там каким-нибудь интересным, там, по вопросам в семьях, понимаете, там, да. Или блоги. Вот. Раз. И выбираем, там, читатели женских журналов, там, да. То есть, мы можем по интересам, там, выбирать себе, там, да. Что они ищут, покупают, там, да. Собственный бизнес, там, недавние выпускники, там. Если у вас свадебная тематика, то можете вот так. Это очень крутые инструменты, можно настраивать, там, да. Мы берем блоги, допустим, выбрали, там, да. Потом мы поставили, там, допустим, кроме блогов, мы поставили, если мы удаляем из фильтра, то эти остаются. Понимаете, допустим, там, YouTube. Или продвижение. Продвижение. Вот. Поисковая оптимизация. Та-дам. Тоже хорошо. Видите, там, деловые услуги, все. Вот. Тридцать элементов выбрали. Дальше. Нам ключевые не надо, тему не надо, да. Создание видеообъявления опять идем сюда. Копируем наше URL. Вставляем наш ролик. Конечный URL ставим, конечно же, не забываем, не ролик, а ставим канал. То есть, или сайт можно поставить, куда мы хотим, чтобы люди переходили, да. Вот. Чек, чек. Вот. Объявление, да. Бесплатная школа ютуберов ждет тебя, делать свой канал. Приходи. Канат. Ну, извините, вечер. Вот. Сохранить и продолжить. И последний, конечно же, самый-самый вкусный, самый-самый интересный. Осталась у нас группа объявлений. Какая, как вы думаете? Правильно. По ключам. SEO, так называемые, да. Мы делаем все тоже самое, да. И пишем. По ключевым словам. Максимальная цена за просмотр ставим ноль два. Так. Вот. Любой возраст убираем. Хотя, в принципе, здесь вот я ставлю уже все. Потому что по ключам можно вставлять все. Это люди, которые вбивают ключевые слова. И тут уже возраст постольку-поскольку, да. И мы пропускаем аудитории. Ставим все аудитории. Любая тема. Любое место размещения, да. Ну, которое там в любом канале. Они могут смотреть. Но мы ставим ключевые слова. Я надеюсь, у вас ключевые слова уже готовы. То есть, мы просто берем, видите, в столбик, да. Мы просто берем ключевые слова нашего канала. Школа видеоблогеров с одной Г, там, туда-сюда поставили. Видите, то есть, вот мы поставили эти, да. Ключевые слова. Сейчас закрою. Вот. И дальше мы идем, вставляем наше замечательное, чудесное ролик с Федором и со мной. Вставляем сюда. Конечный URL ставим. Опять ставим на наш канал. Сейчас уже YouTube делает все на автомате. Раньше надо было руками убирать хтппс, там, да. Все такое. Сейчас уже все просто много, да. И вот. Как сделать канал на YouTube? Узнай тут. Па-бам. А, видите, длинный. Пардон. Ничего страшного, можно удалить. Все. Теперь смотрите. Очень важно. Мы уже сейчас допущено. Это не значит, что реклама началась. У нас надо, чтобы наше видео, которое мы разместили в группе объявлений. Видите, оно на рассмотрение. Обычно занимает до суток. Вот оно там, да. И они напишут вам принято. Если не принято, то почему. Но. Теперь смотрите. Вы зададите резонный вопрос. Почему я одно и то же объявлю, одну и ту же видеоролик поставил в четыре разные группы? Потому что вот так работает хорошая реклама. Мы потом посмотрим, на каком. Видите, у нас тут есть статистика, да. И мы можем видеть, сколько просмотров было, какая средняя цена за просмотр была, сколько было показов, какой был коэффициент просмотров. Здесь все написано, какая стоимость. И мы видим конверсии. Мы можем посчитать при инстриме, где лучше всего мы добываем трафик. Мы просто как добытчики трафика, больше никто. Мы, это есть добытчики трафика. Поэтому, спасибо вам за внимание. Делайте такие вот группы, да. Еще раз говорю. Получается, мы сделали видео кампании, да. Потом в видео кампании мы сделали кампанию. В кампании мы сделали группы объявлений. В каждой группе объявлений мы сделали по интересам, по каналам, по ключевым словам и по темам. И поставили одно объявление. Дальше мы можем там внутри уже добавлять еще. Видите, мы можем раз поставить другое объявление и там делать. И вот, но у вас очень важно, чтобы у вас было четыре группы. Это, но можно сделать много. Вы можете под каждую целевую аудиторию делать свою группу. Начните с этого. Начните с малого. Прямо сейчас. Отмотайте это видео и начните делать все сначала. А я приглашаю вас в нашу замечательную бесплатную школу видеоблогеров. Вы убедились, что я только что дал вам полезный, интересный, ценный контент, за который вы можете где-то на каких-то курсах заплатить там пять, десять тысяч долларов, рублей. Поэтому берите, пользуйтесь. Приходите к нам в школу, задавайте вопросы. Всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok